МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости на телеканале. Красная линия. Наш взгляд на главные события в России и мире. Смотрите сегодня в информационной программе темы дня. Это как-то упустил момент, что там нет гостя или шпала. Из-за этого хорошо, что не повредили ногу. Не пройти, не проехать. В Башкирии жителям одной из деревень местные власти предложили самим собирать деньги на ремонт аварийного моста и плохой дороги. Надо отметить, что банковское сообщество встретило эту нашу инициативу в штыки. Буквально все банкиры сказали против. Кому угодно дадим информацию, кроме прокуроров. Законы против коррупции за расширение прокурорских полномочий и рассмотрение депутатами бюджета на будущий год. Что интересовало народных избранников последнюю неделю сентября. Вот эти все галстуки, это не ширпотреб, не тот, а все настоящие, которые когда-то носили. Память о великом прошлом. Музей, посвященный эпохе Советского Союза, создал у себя дома энтузиаст из Челябинской области. В Башкирии жители одной из деревень Калатасинского района могут остаться без связи с внешним миром. Аварийный мост через реку здесь грозит обрушиться в любой момент, а по единственной дороге можно проехать только в сухую погоду. В ответ на требование провести ремонт, местные власти предлагают людям собирать на него деньги самим. Подробности в материале Георгия Крысенко. В деревне Кучаш машины по разбитому мосту едут на свой страх и риск. Вероятность провалиться в речку велика. Деревянный настил весь в дырах. Гнилые доски держатся на честном слове. Это как-то упустил момент, что там нет доски или шпала. Вот из-за этого хорошо, что не повредили ногу. Старый мост, построенный еще в 50-х годах прошлого века, в последний раз ремонтировали около семи лет назад. Школьный автобус по переправе ездить перестал. До ближайшей остановки детям приходится идти целых полчаса. Не можем проехать. Скотина тоже надо провести в стадо. Не можем выгнать. Сами машины тоже застревают. Страшно ведь. Куда только не обращались жители Кучаши, все бесполезно. Мост чиновники только обещают капитально отремонтировать. Но по факту ничего не делают. Единственную дорогу в райцентр вроде и латают раз в год. Но нормально проехать в плохую погоду по ней невозможно. Ну вот единственную улицу сделали. Гравий привезли с местного карьера. И до ума не довели. Вот просто-напросто навалили. Один раз грейдер прошелся. Деньги выделились, выделялись. А до ума они довели дорогу. Во время последнего, как здесь шутят, ямочного ремонта, проезжую часть просто забросали щебенкой и песком. И к тому же сузили, оставив всего три метра в ширину. Местным жителям говорят, если хотите хорошую дорогу и новый мост, помогите бюджету своими деньгами. Не надо ждать с небесы манны небесной. Надо решать свои вопросы комплексы. А так, проблемы везде есть, но их решать нужно. Решать нужно сообща. С таким предложением сельские жители категорически не согласны. Многим не хватает пенсии или зарплаты даже на еду и лекарства. Люди уверены, за ремонт инфраструктуры должно отвечать государство, которое и так собирает налоги. Со всех. Георгий Крысенко, Красная линия. В пятницу 29 сентября, предваря пленарное заседание Госдумы, депутаты фракции КПРФ рассказали о разработанных коммунистами законодательных инициативах. Первые три из них касались непосредственно коррупции. В Компартии предлагают запретить занимать чиновничьи должности лицам, замешанным в серых схемах. Вторая инициатива коммунистов – запрет занимать должности муниципальных и госслужащих для лиц, которые попались за нарушение выборного законодательства. Третий закон, который в повестке дня стоит, это закон о том, чтобы дети, несовершеннолетние дети, чиновников, опять же, муниципальных служащих, госслужащих и работающих в госкомпаниях, госкорпорациях не имели права учить своих несовершенных детей за рубежом в иностранных образовательных учреждениях. Еще одна инициатива коммунистов – предоставление права прокурорам получать информацию в банках по счетам юридических и физических лиц о состоянии их счетов. Эта мера позволит, прежде всего, облегчить задачу прокуроров в сфере борьбы с коррупцией. Надо отметить, что банковское сообщество встретило эту нашу инициативу в штыки. Буквально все банкиры сказали «против». Кому угодно дадим информацию, кроме прокуроров. И вслед за ними правительство сочинило отрицательное заключение на этот наш законопроект. Я его готовил. И там даже есть такая фраза, что прокурорская мера – это дискредитируют банки. Если банки преступные, то такие банки и надо дискредитировать. Что с ними еще делать? Подробнее о деятельности депутатов Госдумы за минувший месяц мы расскажем чуть позже, а пока к другим новостям. ФСБ задержала начальника МВД Камчатки Александра Сидоренко. Его подозревают в финансовых махинациях при строительстве ведомственной вертолетной площадки. В настоящее время генерал доставлен в Хабаровск для дачи показаний. Коротко о других новостях в стране. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об утверждении стратегии повышения финансовой грамотности населения. Согласно положениям документа, подобные знания помогут гражданам повысить уровень и качество жизни. Проблемы в российском банковском секторе являются точечными. Они не несут рисков для системы в целом. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиулина. По ее словам, в настоящее время крайне важно вывести с рынка хронически неустойчивые кредитные организации. Ассоциация туроператоров России направила в Минтранс предложение по регулированию чартерных перевозок. Эксперты предлагают сделать публичной информацию о контрактах и воздушном парке транспортных компаний. По мнению специалистов, это повысит взаимное доверие между всеми участниками рынка. Генштаб сообщил о резком сокращении численности призывников. В ходе осеннего призыва в армию России будут направлены 134 тысячи человек. Это на 18 тысяч меньше, чем год назад. По данным ведомства, это связано с ростом числа военнослужащих контрактников. Перед тем, как разъехаться по регионам, в Госдуме решили ударно поработать. В среду 27 сентября пленарное заседание затянулось до 9 вечера. Депутаты успели рассмотреть отчет Минфина и трех государственных внебюджетных фондов об исполнении бюджета 2016 года. Приняли целый ряд других значимых законов. Пятница 29 сентября в законотворческом плане была не менее насыщена. С подробностями из Госдумы Регина Лисаченко. Последнюю пленарную неделю в сентябре депутаты начали с политических заявлений. По инициативе фракции КПРФ Государственная Дума призвала парламенты мира отменить экономическую блокаду Кубы. Также на охотном ряду остро отреагировали на языковой беспредел, творящийся на Украине. Новый украинский закон об образовании возмутил российских парламентариев. Теперь все украинцы, которые принадлежат национальным меньшинствам, обязаны будут учиться исключительно на государственном языке. Российские депутаты потребовали решительного осуждения, проводимой украинскими властями политики на международном уровне. Это этногеноцид против русского, прежде всего русского языка. Я неоднократно с этой трибуны и в той думе говорил, и говорю об этом сейчас, что нам пора в наших заявлениях перейти к другой наступательной тактике. Ну почему Конгресс США, в компетенцию которого не входит поставка летального оружия, может полгода тому назад сделать заявление о таких поставках и требовать от президента их, а мы с вами не можем. Почему мы должны с МИДом согласовывать любую закорючку? Ну пусть МИД делает свое дело. У нас свое есть дело. От вопросов международных парламентарии перешли к внутренним проблемам. 27 сентября на охотный ряд был приглашен министр финансов Антон Силуанов. Эффективность работы правительства Российской Федерации вновь оказалась под большим вопросом. В своем заключении мы констатируем рост объема выявленных фактов недостоверности бюджетной отчетности за 2016 год по сравнению с 2015 в 5,5 раз со 101 миллиарда до 655. Рост объема иных нарушений по сравнению с 2015 годом составил 22 процента с 443 миллиардов до 542. Бюджет 2016 года был исполнен с большим дефицитом. Он составил почти 3 триллиона рублей. На его покрытие правительство вынуждено было потратить почти весь резервный фонд. В то же время казна недополучила около полутора триллионов рублей в виде налогов, таможенных платежей, пеней и штрафов. Это ровно половина той суммы, которая была необходима для покрытия дефицита. Госкорпорации со своих дивидендов не заплатили в бюджет ни копейки. Давно уже было решение о том, что 50 процентов нужно, чтобы в госкомпании вносили бюджет. Но по данным 2016 года Роснефтегаз 0 рублей. То есть ни одного рубля не вносили, а суммы там в общем-то приличные. Но самое главное, как считают во фракции КПРФ, правительство не выполнило своих социальных обязательств. Реальный уровень доходов населения упал. Упал практически официальным данным на 5,7 процента. Прожиточный минимум за это время вырос на 7,6 процента. Количество бедных, в данном случае, а точнее нищих, выросло на 2 миллиона человек. Опять же, по данным официальной статистики, на самом деле это все немножко по-другому. Полностью завалено, можно сказать, пенсионное обеспечение. Мы говорим об отмене индексации, произведенной в 2016 году, пенсии работающим пенсионерам. И об индексации всего на 4 процента при официальном уровне инфляции 10,8 основных пенсий. Ожидаемым событием этой недели в Государственной Думе стало и внесение проекта бюджета на 2018 и два последующих года. В последний раз главный финансовый документ страны доставили в российский парламент в бумажной форме. Следующий государственный бюджет, как пообещали в правительстве, будет в электронном виде. Во фракции КПРФ новый бюджет уже окрестили бюджетом строжайшей экономии. Нам для того, чтобы выйти на темпы развития страны больше чем 3,5, это общие мировые темпы, нужно где-то порядка 5-6 триллионов рублей инвестиций. Вот в этом бюджете, который в пределах 15-16 триллионов, этих денег нет. Таким образом, принимая и соглашаясь с этим бюджетом, мы, по сути дела, обрекаем страну на дальнейшее отставание. Продолжила Государственная Дума избавляться и от законов, которые годами лежали на охотном ряду. Ничего не меняется. Тот деспотический режим, который утвердился в Думе, который утвердился с приходом нового председателя Думы, он, в общем-то, не дает ничего позитивного, кроме того, что решили избавиться от тех законов, которые годами лежали на полках, спрятанные партией «Единая Россия», а теперь вдруг они помешали. Давайте расчистимся и освободимся от этого балласта. А зачем вы их копили? Сентябрьский этап осенней сессии завершился. И если по внешнеполитическим вопросам депутатский корпус продолжает демонстрировать консолидирующую позицию, то в оценках экономической ситуации в стране парламентарии все дальше расходятся, что и подтвердил первый месяц работы Государственной Думы. Регина Лисаченко, «Красная линия». В Государственной Думе чествовали заслуженных работников оборонной промышленности и сельского хозяйства. Заместитель председателя ЦК КПРФ Владимир Кашин наградил собравшихся памятной медалью 100 лет Великой Октябрьской социалистической революции. Владимир Петрович, Вас поздравляем, желаем здоровья, за все говорим слова благодарности. Собравшиеся вспомнили бывшего заместителя председателя правительства России, коммуниста Юрия Маслякова. Он был одним из тех, кто в 1998 году спас страну от кризиса. Масляков внес неоценимый вклад в развитие военно-промышленного комплекса России, сделал все возможное, чтобы оборонное производство уцелело. Сегодня, благодаря усилиям этого выдающегося поколения, многое начинает возрождаться, в том числе и на направлениях развития и возрождения нашей обороны, науки и промышленности. Сенат США одобрил кандидатуру бывшего губернатора штата Юта Джона Ханцемана на пост посла в России. Дипломат уже заявил, что у Вашингтона нет другого выбора, кроме как взаимодействовать с Москвой в решении ряда международных проблем. Коротко о других новостях в мире. В сирийском городе Дейр-Эс-Зор российские саперы приступили к разминированию. По предварительным оценкам, специалистам предстоит очистить от взрывоопасных предметов до полутора тысяч гектаров земли. В первую очередь будут разминированы дороги, ведущие к объектам социальной инфраструктуры. Правительство Китая дало указание закрыть все совместные предприятия с КНДР. Предписание должно быть исполнено в течение 120 дней. Причиной такого решения стала эскалация конфликта на Корейском полуострове и недавние ракетные испытания Пхеньяна. В Индии из-за давки на железнодорожной станции погибли по меньшей мере 22 человека. Тысячи получили ранения. По предварительным данным, трагедия произошла из-за сильного ливня. Толпа пассажиров была вынуждена спрятаться от дождя под крышей пешеходного моста, где очень узкий переход. Из-за угрозы извержения вулкана Агунг на индонезийском острове Бали эвакуировано более 100 тысяч человек. Эксперты опасаются, что выбор славы может произойти в любое время. Последний раз Агунг извергался в 1963 году. Тогда погибли более тысячи человек. Музей истории советской эпохи создал у себя дома житель Челябинской области Сергей Лунев. В коллекции пенсионера множество раритетов, найденных им за долгие годы поисков. Подробности в нашем материале. 12 лет назад Сергей Петрович Лунев создал музей истории СССР. Как-то раз увидел, как на помойку выбрасывают коммунистические знамена и портрет Владимира Ильича Ленина. Не смог пройти мимо. Сейчас в частном музее около 6 тысяч уникальных экспонатов. Сюда приходят школьники, которым он рассказывает о прошедшей эпохе. Мне обидно было, как рушилась вся эта мощная, великая страна. Я решил оставить и создать музей, чтобы были потомки, знали, что была такая страна великая, которой нет на карте. Музей хоть и занимает всего две комнаты, здесь есть что посмотреть. 140 вымпелов, 30 разных знамен. Ордена и предметы быта послевоенного времени, портреты руководителей государства. Подборка газет советской страны за разные годы. В 1959 году в СССР полностью ликвидирована неграмотность. Потому что Таджикистан, Узбекистан – это же были аулы без луна. А до революции безграмотных у нас было две трети всей России. Есть и уникальные экспонаты, которые даже в государственных музеях не увидишь. Гордость энтузиаста, грифельная доска для учащихся школ начала прошлого века и собрание из 30 пластинок с выступлением Сталина на предвыборном собрании 1937 года. Вот речь товарища Сталина, и вот пошла его речь. Помогают Сергею Петровичу собирать раритеты жена, друзья и знакомые. Энтузиасты дальше собираются пополнять фонд своего музея, однако надеются и на помощь областных властей. Пенсии уже не хватает на покупку новых экспонатов. Гера Татарцева, Владимир Макарихин, «Красная линия». Наш выпуск на этом завершен. Всего вам доброго и хороших выходных! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин